Владимир Фисенко с нами снова на связи. Владимир, ну вроде видим мы вас лучше. Надеюсь, вы нас слышите лучше. Ну да, я слышу нормально. Все прекрасно работает. Надеюсь, что сейчас связь будет лучше. Да, да. Что касается вагнеровцев, пока это больше похоже на информационно-психологическую спецоперацию. С одной стороны, россиянам в чисто пропагандистских целях рассказывают, вот как мы можем задать перца полякам, литовцам. При этом не говорят, что война может быть с НАТО, а говорят о войне с Польшей и Литвой. При этом тоже не говорят, что российское государство не собирается вступать в эту войну, а могут использованы быть для провокации негосударственные военные формирования. Потому что ЧВК Вагнер формально не будет иметь отношения к России. Но пропагандистские эта тема хорошо воспринимается. Это с большим удовольствием в партии войны в России обсуждают. Одновременно таким образом пытаются напрячь в НАТО, напрячь страны НАТО, особенно Польшу, Литву, может быть отчасти и Латвию. То есть страны, которые граничат с Белоруссией. Их пытаются запугать рисками возможных провокаций, в которых будут участвовать вагнеровцы. Одновременно это тема для торгов с Западом. Пугая, Путин всегда предлагает договариваться. Это его стиль. По зерновому соглашению, разрыв, обстрелы зерновой портовой инфраструктуры Украины. И одновременно он говорит, я готов договариваться, но вы должны выполнить мои требования. Вот примерно для этого используются и темы вагнеровцев, которые якобы могут пойти на экскурсию, как там сказал Лукашенко, в Польшу. Но на экскурсию в Минск хотят пойти десятки тысяч белорусов. Пол Калиновского, который, кстати, воевал, в том числе и против вагнеровцев под Бахмутом, и который с удовольствием пойдет на экскурсию в кавычках в Минск, если Лукашенко вместе с Пригожиным и Путиным затеют какие-то авантюры. Десятки тысяч белорусов и в Украине, и в Польше готовы освобождать свою страну. И если для этого появится возможность, в том числе в формате гибридной войны, потому что сейчас вот речь идет именно о попытке попугать поляков и литовцев именно гибридной войной. Но гибридная война может сработать и против самого Лукашенко. Поэтому я думаю, что пока пугают, но на всякий случай, да, надо быть готовыми к рискам провокаций. Про Сувалский коридор разговоры идут давно. Они были и 15 лет назад в России. В прошлом году, когда были санкции и возникли проблемы для Калининградской области, тоже были разговоры о том, что надо взять под контроль Сувалский коридор. Но никто даже попытки не сделал, потому что понимают, это война с НАТО. И сейчас скорее пугают, но на всякий случай действительно надо быть готовым к провокациям. К провокациям именно в пограничных районах, не более того. И очень важный момент отмечу. У вагнеровцев нет сейчас тяжелого оружия. И Институт изучения войны, и другие эксперты, и на Западе, и даже в России отмечают. Без тяжелого вооружения никаких серьезных военных операций вагнеровцы производить не смогут. Лукашенко, отношение Лукашенко к вагнеровцам. Нужны ли они ему в его стране под Боком, под Минском? Понимает ли он, что это может быть троянский конь, который может преподнести ему сюрпризы? Или наоборот, он на них рассчитывает, рассчитывая на защиту от того же полка Кастуся-Калиновского, о котором вы только что говорили? Ну, может быть, и рассчитывает. Но вот та фраза, двусмысленная фраза, которая прозвучала в разговоре с Путиным, там было, что напрягают его вагнеровцы. А потом начал рассказывать про экскурсию. Вот это уже была заготовка. Думаю, заготовка российская. А Лукашенко ее озвучил. Он вообще любит вот такие спектакли, любит подыгрывать Путину. Но это для него компенсация за неучастие, прямое неучастие в войне. Косвенное, к сожалению, участие есть. Поэтому он тоже военный преступник. Но все-таки он прямого участия избегает, потому что он понимает. Это для него может закончиться печально. Он боится этого. Поэтому фраза «они меня напрягают» – вот это, я думаю, было искренне. Напрягают, потому что непонятно, чего от них ждать. Да, они вроде бы сейчас помогают, обучают белорусских военных. Но я думаю, что Лукашенко прекрасно понимает. Не дай бог, они выйдут из-под контроля. Они там много чего могут накуролесить. Поэтому вот эта фраза, я думаю, была искренне. Они его действительно напрягают, потому что он может ждать от них разных проблем. То есть, скорее, это проблема не для Польши, не для Украины, а на данный момент потенциальная проблема для Лукашенко. Вот где он их, может быть, использовать, попытается использовать? Это в Африке. И не случайно вот и Пригожин тоже про Африку вспоминал, потому что там есть интересы Лукашенко, и там у него проблемы возникли с его бизнес-проектами. И Китай через Лукашенко тоже может пытаться использовать вагнеровцев. Так что вот тут, да, тут бизнес-интерес Лукашенко может сработать. А пока они его напрягают. Он как бы вроде бы выполнил просьбу у Путина. Хотя, вот, кстати, советую обратить внимание на публикацию Вашингтон-Пост по поводу Пригожинского мятежа. Как раз вот месяц исполнился после этого мятежа. Ровно месяц прошел. Так вот, Вашингтон-Пост написала, что Путин был в ступоре во время этого мятежа. И я думаю, что для него это был огромный стресс, травма, которая осталась. Поэтому он отправил вагнеровцев в Беларусь, подальше от Шойгу и Герасимова, чтобы они как бы на одной площадке не сталкивались между собой. Мол, пусть пока Лукашенко разбирается, а в случае чего я могу и Лукашенко попугать вагнеровцами. Вот такой расчет Путина. Но на самом деле, действительно, вагнеровцы скорее напрягают, нежели помогают Лукашенко решать какие-то проблемы. Еще одна парадоксальная ситуация. Хотелось бы, чтобы вы ее прокомментировали. С одной стороны, Путин после того, как режим действительно пошатнулся, когда был этот мятеж, он сплавил быстро, что называется, этих вагнеровцев подальше от России. С другой стороны, стало известно, что разрешают главам регионов создавать военизированные компании, которые будут финансироваться из федерального и регионального бюджета. Получается, что теперь каждый губернатор с легкостью сможет повторить попытку военного мятежа. Вот это нелогичность и парадокс. Объясните его, пожалуйста. Я думаю, что это как раз следствие того раздрая, который происходит сейчас в России. Вместо того, чтобы по логике запретить создание любых частных военных компаний, потому что их начали создавать еще в прошлом году, в частности, крупные госкорпорации и отдельные регионы. Ну, они создавали такие территориальные военные образования, которые потом участвовали в войне против Украины. По логике их нужно запретить. А Путин, похоже, так испугался. Он боится сейчас всех. Он никому не доверяет. Поэтому он пытается опираться и на Кадыровцев, и на Золотова с Росгвардии. А под шумок региона выбивают себе тоже возможность создания неких территориальных образований. Кстати, копируют опыт Украины. Пока речь идет о приграничных регионах. Они понимают, что их никто не будет защищать. Пограничники. Армия вся же воюет в Украине практически. И, как показал и Пригожинский мятеж, и ситуация в Белгородской области, нет там армии, способной защитить эти регионы. Поэтому дали возможность пока только приграничным регионам создавать то, что у нас называют территориальная оборона. Вот это единственная уступка. Это, что называется, вынужденное действие. Потому что их армии не хватает для того, чтобы защищать свои же регионы. Но на перспективу губернаторы, я думаю, что пытаются создавать свои мини-армии. Потому что кто его знает, что будет дальше. И, на мой взгляд, это мина замедленного действия. Вот как ЧВК «Вагнер». Потому что эксперты говорили, что рано или поздно эта частная армия себя проявит во внутренней войне. Так оно и получилось. И вот сейчас будут создавать эти территориальные военные образования в каждом регионе. Вот через какое-то время это может привести к развалу России. Потому что именно появление своей армии – это одна из предпосылок будущего суверенитета. Пока это лишь, скажем так, зародыш какой-то. Но это мина замедленного действия. Рано или поздно она может сработать. Вот у Кадырова есть его армия. Кстати, вот только Пригожин и Кадыров имели свои частные армии. И Кадыров фактически независимо от России. Даже ФСБ не может действовать на территории Чечни. А если такие армии появятся в других регионах, ну, расползание России может начаться очень незаметно и закончиться полным развалом. Пожелаем им успехов в братоубийственной войне и в скорейшей ее реализации. Спасибо вам огромное. Владимир Фисенко, политтехнолог, присоединялся к нашему эфиру.